Сань, будет не быстро. Рыба хорошая, аккуратно. Она пошла вверх. Красавчик. Это наш бонус, братик. Это наш бонус. Бонус. Это бонус. Это бонус, Сань. Девяносто. С томики. Красавчик. Это восемьдесят, да, наверное? Саня, это хорошее. Все, Санек, мы укропаем. Все, братик, я реабилитировался за утром. Красавчик. Хороший. По-любому, семьдесят плюс. Хороший. Хороший. Субтитры создавал DimaTorzok Я Алексей, мастер спорта. Аплодируем друг другу. Встречаем! Субтитры создавал DimaTorzok Объявляю Кубок России по ловле спиннингом в лодок открытым! Ура! Итак, друзья. Кубок России. 23-й год. В этом году место проведения город Саратов. Это очень большая акватория. Практически 50 с лишним километров. Как говорится, есть где разгуляться. Все, Санечек, готов? Подписывать в конце будем, я так понял. А потом, когда придем, в основном протокол будем вписывать. Да. Самых крупных выделим. Моргает, моргает. Так, Санек, давай, ты так. Готово, готово. Силище. Так, ну что, Александр Сергеевич, у нас старт. Готовимся к старту. Лодка уже на старт. Как настрой? Боевой. А, медведь за рычагом. Василище. Так, дымка такая. Ух. Моторы работают. Наши парни. Наша вторая команда. Краснодарский край, точнее, первая действующая чемпиона России. Сильные, сильные ребята. Еще одна, это их второй экипаж. В общем, так выглядит старт первого дня. Лодки готовы. Кто-то еще прогревает, он мотор стоит. Вот это поздние старты. У нас тоже 33-й старт. Красивое число. Будем верить в числа, в магию чисел. Что все у нас получится. Такая красота. Настрой боевой, предвкушение, сердце бьется. Адреналин зашкаливает, вообще красота. Приятное ощущение. Наверное, только из-за этого мы и любим спорт. Так, 33-й объявлен. Мы готовы. Потихонечку начинаем выдвигаться. Ну, сейчас будет хардкор. Вот так вот он выглядит. В этом году, конечно же, Саратов нас побаловал. Хорошая погодка. Замечательная, солнечная. Отсутствие ветра. По летнему тепло. Просто райские деньки. Единственное, что огорчило, это очень низкий уровень воды. И все заливы, протоки, где мы хорошо ловили рыбу, это мелководные участки. Они оказались полностью безрыбными. Точнее, там рыба была очень мелкая. И эти участки сразу стали бесперспективны. Соответственно, приняли решение искать рыбу ближе к руслу, ближе к глубоким участкам, на тех же самых косах, отмелях. Соответственно, там и малек выходил кормиться, а за ним и щука. Есть, Саня. Рыба. Под него будем поднимать. Значит, я раз. Поднимай. Отлично. Сначала. Так, спасибо. Тихо, тихо. Ах ты, вот она, Саня. Подними палку. Там трава везде, Саня. Там вообще вот кидать надо аж прям в центр протоки направления. Есть. Рыба. Отвалилась клюнула, она вместе с травой, прикинь. Наш второй экипаж со старта принимает решение уйти на джиговую точку. Она локальная, время много они там не потеряют, но есть шанс поймать хорошую бонусную рыбу. И признаться честно, у них так же, как и у нас, была посадка крупной рыбы, но, к сожалению, сход. Обидный, досадный сход. Есть. Есть, Леха. Пошла. Или пошла навстречу. Стоим на свадьбу. Может, надо было к ней подойти? Может быть, не знаю. Что такое, не везет. Паузу, да? Большую? Есть. Саня, бонус. Саня. Не, не бонус, пошла легком. А такая поклевка. В траву залезла, Саня. Да ну что ж такое, такая рыба. Ой. Да, конечно же, эти два обидных схода трофейной рыбы немножко нас подкосили. Но, признаться честно, через какое-то время пришли в чувства и собрались и продолжили ловить. Вешать нос, но никак не в наших правилах. Боролись до конца, верили в то, что наша крупная рыба еще впереди. Так оно и случилось. И поклевка такая мягкая и мощная. Понимаешь, ну это она. Это был наш шанс. И она взяла прям вот тут, прям левее, прям к свале там. Максимально глубоко там было. Прям с глубины. Ой. Ну вот, где лодка, на лодку иди. 100 метров до точки. Соревнования в этом году получились очень многочисленные. 24 команды, 54 экипажа. Спорт в последнее время динамично стал развиваться. Одна из причин, по моему мнению, это отсутствие судьи в лодке и новый подсчет рыбы. Подсчет рыбы происходит следующим образом. К зачету принимается 10 самых крупных выловленных рыб. Их длина умножается в квадрате и суммируется. Тем самым получаются баллы. Сто с правой еще коса, да? А? Сто с правой еще коса? Да, да, коса начинается. Есть! Хорошая, Сань. Напиши. Строгу нырнула, поэтому показалось, что хорошая. Откуда тут хорошая. Да, время 9.48. Первый заброс, как ли, была? Есть! Ага. Чуть назад, шаг сделай. Спитер. 53. Время 9.59. Мы с под той стенки еще половили, что? Хорошая. Хорошая скатка, да. Есть! Ах! Сошла! Хорошая рыба была. Хорошая рыба была. Прямо вот тут уже, по центру? Да. Блин, а... Что такое, все равно не везет. Как с этим бороться? Хуже, хуже, хуже. То ли она выключилась, то ли рыба меньше. Она выше будет подняться. Чуть правее. Поклевка там была, и там. Стоит отметить, что спорт накладывает свой отпечаток на все. На приманки, на снасти. Конечно же, удилища должны быть правильными. А на ней должны, в первую очередь, чувствительными, звонкими. И самое главное, хорошо держать, или, как говорят, рыболову вязать рыбу. И, конечно же, приманки. Надо сказать, что некоторые приманки делались вообще конкретно под соревнования. Тут очень много нюансов, и, как говорится, любая победа складывается из этих нюансов. И, конечно же, снасть крепкая, надежная, толстые, мощные шнуры, с хорошим вылетом, и с хорошим запасом прочности. Ну, и прям бонус. 66. Выпускаю. Трава нет. Трава вот здесь, сбоку, сейчас несет нас. Саня, держи, держи, братик. С этой стороны бери. Стой, 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 не поломай, не поломай. Время 11.32. Ну, да, даже больше, даже 65. Удачи! С Jessie! Активнее двигаемся, видишь, с первого заброса, активнее двигаться, просто первый заброс и рыба, и ты с первого, и я с первого. Давай, я с первого. Давай. Все? Да. 66. 66, 12, 0, 6. Короче, мы сместились на косу, взяли две по 66. Как бы активно двигаемся, то есть тут рядом люди стоят, то есть стали, три заброса, стали, три заброса, то есть она клюет сразу, первый заброс, просто вдоль границы с чистого и травы, становитесь чуть-чуть на чистое, метра два от травы и кидаете вдоль травы, туда вниз, и все, и она ловит. На тренировке для себя определили три типа приманок, которыми мы будем ловить, это был воблер, это была резина, оснащенная легкой головкой, либо двойником-тройником, ассисты всевозможные и колебившаяся блесна. И тут очень важно, друзья, да, поверьте, очень важно было выбрать правильное удилище. Оно должно быть в меру мягкое и очень мощное, коим являлся психоган, и поэтому на видео вы увидите, что именно Александр и я преимущественно ловим этим удилищем. Удилище. Оно позволяло деликатно, мягко продергивать, проводить приманку в траве, не цепляясь за нее, и в то же время обладало очень мощной комельной частью, что позволяло бороться с трофейной рыбой. Метра? Да, по домой утром. Она с травы ходит тоже? Ну, он такой, знаешь, редко траве, а вот тут прям вот свал, вот оно, в двух-трех метрах, прям, смотри, прям четкий, жесткий свал. Саня, это наш бонус. Давай, давай, давай. Саня, будет не быстро, рыба хорошая, аккуратно. Она пошла вверх. Сюда ко мне глядите. Красавчик. Это наш бонус, братик. Это наш бонус. Ну, как мы заводим. Не достал, достал, что придет. Да, 79. Ну, супер, все отлично. Выпрыгнула из воды. Я думал, рыба прыгает из воды, это она снизу вверх взяла воблер и уже прыгала с воды, а я поклевки еще не покинул. То есть увидел, как она прыгнула, потом почувствовал поклевку, когда она в воду упала. Фух, классно. Такое же, только чуть-чуть больше надо. Есть! Несколько дней тренировки позволили нам практически полностью проверить все участки ближе к коренной русловой Волге, где есть глубины, где есть течения. И для себя выявили несколько участков перспективных, на которых стоит остановиться, на которых стоит уделять больше внимания. И тут самый главный вопрос, как говорится, не перетренироваться, иначе можно просто переколоть рыбу. Но очень важно было понять, во сколько у рыбы выход. И тут самая главная интрига. Мы так и не поняли, во сколько у рыбы был выход. В итоге, как потом мы проанализировали ловлю, поняли, выхода было два. С утра более такой слабовыраженный выход. И ближе к обеду, ближе к финишу у нее был сумасшедший выход. Она начинала активно кормиться практически везде. И тут, конечно, мы сделали немножечко ошибок, наделали. Но в итоге все равно достойно выступили. Красавчик! Это, говорит, сильно правее кину. Нормально, нормально, братик. Стой, стой, не поднимай, не поднимай, ты крючки сгинаешь. Тихо, тихо. О, вот так вот, видишь, поджимать локоть надо. Сейчас смотрю. 72. 72. Сплошная трава, может, далеко кидаю, ближе кидать, если невозможно. Я вверх твичил. Я вверх твичил. А, ну я тоже так, кстати, делал. Местами проскакивала. То есть, на травке что проходила, да? Есть. Есть, Леха. Ну, маленькая. Давай себе маленько так брать. Да нет, вроде неплохая рыба. Кажется, больше. Черпа, 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 черпа. Они не наслесняются. Поэтому не хочу. В принципе, нормально. Что, может, даже укрутимся. Она длинная просто. Она длинненькая, да, она. Хе-хе, закрутилась. Давай, закрутилась. А, 69. 70, какой-то 69. А, 70, да, 70. Смотри, его. 70, верю. Видно? Да, да, 70, 70. Есть, Саня, рыба. Тоже длинненькая, да? Нам длинные нужны. 61, да. Руку правую, не закрываешь, ага. 61, выкидывай. Ты тут записал 70-ку? Ну да, вроде бы. И эту запиши. Слушай, та щука крупно, помнишь, клюнула на заглублении? То есть, как бы, глубоко водить смысла нет. Она поднимается, либо стоит логическая. Вверх уходим? Есть. Сейчас. Я всегда говорю, что все соревнования выиграются и проигрываются еще дома. Так получилось в этот раз. Ехали с очень хорошим боевым настроем. Было очень много информации, которую также нам с нами поделился Алексей Шанин. Что-то было у нас, свои наработки. И, соответственно, было четкое понимание по участкам, где искать рыбу. Это сегодняшний бонус, Саня. Ты просто лучший, братик. Это восьмидесяточка. Стоим, пока никуда не уходим, короче. Иди, 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 взвешивай, иди. Сама на взвешивание пошла. Какая дисциплинированная, тренированная щука. Восемьдесят три. Да, согласен. Опускаю. Есть. Есть? Ага, бегу. Ты потел? Нет? Нет. Внешне видно было где-то. Ешь, мне тоже солнце. Тобой ослепила. Леха. Да он гнется, он поломанный, Саня. Гнется, как собака, не ешься. Вообще, ни фига. 75, даже чуть-чуть поможем. 76, даже будет. 75, да? Да, Сан, чуть-чуть доходит за 75 с половиной. Красавица. Это 76 считается, да? 76, да. 76, 14, 18. 18. Так, друзья, мы финишируем. Мы не только одни, много финишируют. Ой-ой-ой, финиш очень узкий свор. Финишировать долго будем. Надо заранее приходить. Люди уже в миляк врюхались. Да, опасно, опасно. Мелячки там, мелячки. Да, это мелячки, ребята. Тут повнимательнее нужно быть. Куда ж ворванули. Бывает. В общем, мы финишируем. Будем ждать наши баллы. Посмотрим, сколько у нас там баллов. Ну, предварительно пока 50 553. Примерно так. А там более точно нам подскажут. Судя, когда сдадим все наши протоколы. Да, да, да. Да, 10 рыб. Мы вдвоем идем? Вдвоем. Вот, друзья, у нашего второго экипажа поломался прицет, когда ехали. Вот, приходится нам помимо подготовки к туру заниматься еще ремонтом прицепа. Усиливаем, обвариваем. Благо мы все с руками. Все могем, как говорится. И тут в полевых условиях практически все ремонтируем. Вот, смотрите, что называется Краснодарская солидарность. С другой командой, с другой командой, даже представитель другого региона пришел. Говорит, на, дядя Леша, старый ты, слепой. Смотри, как надо. И учит меня растуть вот бороды. Вот он, дожился. Так, ребята, первый день тренировки закончился. Первое ощущение, вы как чемпиона России, ваше ощущение? Все отлично. Все отлично. Рыб колоется, да? Да, рыб колоется. Небольшая, ну, есть. Небольшая. Небольшая какая? Пятерочки, шестерки? Нет, нет, нет. Да ладно. Сегодня все поймали такую. Ну, я не поймал. Ну, я видел, кому так вырала. Ага, видел. Вот такая вот. Так. Голь, ты что еще? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Серьезно? Отойди, отойди. Вот такая вот. Вот такая вот. Вот узнаю. Вот такая вот. В общем, вот такой замечательный климат у нас в наших командах. Это вообще отличает весь наш Краснодарский край. Любые сборные, которые не были на протяжении уже, сколько, 15 лет. Сколько мы уже сборная Александра есть, даже боюсь представить. Масеку. Вот. И всегда меняются люди, меняются команды, но отношения остаются всегда в команде. Именно такие веселые, позитивные. Если кому-то что-то надо, всегда с коробки достанут и отдадут последние. Первые же тренировки показали, что есть очень крупная трофейная рыба. На тренировках было поймано несколько рыб под метр длиной и даже за метр. Но это был так называемый влет, бессистемный. Рыба была преимущественно джиговая. И ловить именно джиговую рыбу на соревнованиях мы, конечно, не собирались. Потому что она, по нашему мнению, была очень нестабильная. Но все экипажи, которые тренировались, за которыми мы наблюдали, они также искали как в траве на мелководных участках, так и пытались ловить джиговую рыбу. Тренировочный день 2. Первый у нас там подготовка была. Ну, хорошая двушечка, да, Саша? О, приятно. Ну, такая, да, 2. Ближе к двум точно. Ой. Сколько в ней? По 2, да? Двушечка, да? Да, хорошенькая девочка. Ты прям даже с мордочки снял травку. Как нежно и заботливо. Как же красиво, друзья. А погодка у нас просто шепчет. Рыбка держится вот таких участков. Мы уже заметили. Обратите внимание, что рядом с коренной Волгой такие мелководные участки с травой здесь стоит рыбка. В мелководных заливах щуки почти нет. Вода сильно упала. Волга обмелела. И вся рыбка скатилась в русловую Волгу. И стоит вот мелкая щучка, стоит травянка на таких вот участках. Наш второй экипаж тоже на тренировке поймал несколько крупных джиговых рыб. Но надо отдать должное их мастерству и понимание тактики ловли. Они также отмели джиговую ловлю, решив, что это бессистемная ловля. Что более стабильно рыба будет ловиться именно в тяжелых условиях. То есть это в траве, на мелководных участках, в кувшинке. Рыба там всегда стабильно ловится. И, как говорится, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Александр Сергеевич у нас тут все ловит, да ловит, и ловит, и ловит. Да что ж такое. А что ловите, Александр Сергеевич? Щуку. Ну и мне так подозреваю, что вы это делать умеете хорошо. По снастям у меня до 25 грамм. Это под колеблющий соблеснуть, а шнур буду перематывать. Это до 25 грамм под легкую жиголовку по траве продирать. Это хайр тоже до 25 грамм. Очень мощная палка под спиннербейт в жестких условиях продирать с мультипликаторной катушкой. 2 PE шнур, прям такая мощная хэви снасть. Тоже по траве продирать и в головку на динарном пушке и спиннербейт. Кстати, спиннербейт, ребят, по траве идет великолепно. Но нужна мощная палка, специфическая ловля, нужно показывать так сложно. Многим говорю, они у них не получаются. Ну и моя любимая, мой любимый, так сказать, психоган и каплица. Это классика для меня. Это удилище, это приманка. Наверное, уже стала классикой. Уже огромное количество рыбы поймано. На эту снасть здесь. Так, что по снастям? По снастям палка до 40 грамм. Это у тебя что? Это психоган. А, псих, да? Это мощная палка такая. Вот мне Алексей дал ее по тестике. Ну я так понял, что ты ее уже не вернешь, да? Очень классная палка, на самом деле. Она такая, как универсальчик получился. Да, палка. Хороша. То есть мы, признаемся честно, мы этими палками и джигуем, и в траве ловим, и, короче, все на свете. Хороший универсал. Она кидучая очень такая. И вязкая, рыбу вяжет хорошо. Да, под джиг, она как бы подошла под нашу свою идею. Катушка мощную поставил. Такая, конечно, тяжеловата в целом получилась снасть такая мощная. После этого берешь среднего класса удилища, как бы уже ощутимо по весу. Ну тут катушка, соответственно, такая. Катушка Дайва Салтига. Морская серия. И шнурк, и брейд полторашка, да? Это у тебя один комплект. Это под что у тебя? Ну под все. Это универсал, в данном случае крупная резина у тебя на головке. На головке, да. Ну классика это та. Варуна, да. Эвотачи. Палка, которая... Ну та, и эта, и эта тут. Очень такая, да, палка классная. Она универсальная, она и подключен такая, как бы специфическая. Очень классную вяжет рыбу, вяжет. Ну это ее главное, главное преимущество. Она вяжет безумно. От комеля такая. Отрабатывает на рыбе очень здорово. Вот. На нее практически нет уходов. Вот. Ну классическая колебалка. Александра Панчохина. Панчоха. Классическая колебалка Панчоха для тебя. Не попала в кадр, наверное, это, конечно, лесна Александра. Нас вновь в честь Александра Панчохина, который снимает. Нашли у Алексея Шанина в катере. Новую, красивую. Кстати, катер его. Огромное ему спасибо за то, что предоставил нам катер. Помог там с тренировкой. Будем надеяться, что все это пройдет. Тут была новая плесная, видите, тут. Это мы не ловили рыбу, просто искали. Она уже просто вся выцарапанная. Халам скажет. Поцарапали мою новую плесну. По воддерам, ну... Ну понятно. Будем миксовать, да. Рудра. Рудра, реалис. Варуна, да. Реалис 30-й, 120-й, 120-й, сапшет. Реалис попер. Все такие приманки, которые... По моему мнению, да, здесь должны работать. Ну понятно. Перемотали шнуры, сделали новые поводки. Все сделали по фэн-шу. Все, идем, готовиться к открытию сейчас будут. Приводимся в порядок. Приводимся в порядок. Там слаживаем вещи. Делка, плиткового, что нам не хватает. Управляем топливом. И готовы. Все, товарищи. Мы готовы. У нас сегодня второй тур. Наша вторая двоечка. Ну что, готовы? Красава. Александр Сергеевич, мы готовы? Да. Мы готовы, мы сила. Мы готовы дать продолжение. Вчера хорошо выступили. Заняли второе место командой. Вот. Шестое в личке. К нам подошли и сказали честно, ребята, не обижайтесь, но мы будем вас подсиживать, как поджопники, как принято говорить. То есть будем вокруг вас кататься и не давать вам ловить. Но зато честно. Ну мы принимаем, что все в рамках правил. Да. Есть у нас пару точек отскока. От основной, от основного места игры. Возможно, там будет что-то интересное. Очень на это хочется, в это хочется верить. Но вообще хочется верить в то, что мы не уйдем с основного места игры. Так, там у нас большой участок, что мы там будем продолжать ловлю. Вот. Так что, думаю, будет интересно. Интрига, прям очень интрига. По командам баллы очень плотные. То есть в личке, точнее, баллы очень плотные. Вчера выступили, если мы поймали 50 тысяч баллов, то лидер. Мы шестое место в личке, то лидер, лидирующий экипаж поймал 53 тысячи баллов. При условии, что у нас сошло мега пару хороших щук, то, конечно, мы были бы первыми. Ну, как говорится, как говорил один знакомый, все, что сошло, то не считается. Вот. Так что, как-то так. Будем стараться. В общем, есть желание дать бой. Да, Александр Сергеевич? Да. Саня, предлагаю выставиться на ту же точку, с которой вчера начали. Да. Туда же. Да. Я сейчас ее там забью по ходу движения. На второй день выбираем те же участки ловли. Отсекаем только супер точки, которые нам дали рыбу, но на которых были сходы. Но они супер точки. Все были очень локальные. Буквально на одну-две постановки лодки. Поэтому их мы решили отсечь и работать уже наверняка. Выбирали также мелководные косы рядом с большой глубиной стечением, где рыба стабильно держалась и никуда не уходила. Травка, травка, травка. А, вон травка. Вот прогал, Сань. Вот он прогал. Вот он, вот он, вот он. Ты послал его, да? Нет. В траву кидай. Есть. Есть. Чего, окунь что ли? Какой окунь? Да, я тебе говорю. На окунь очень похоже. Это от того, что щука, ну, он сейчас неактивный. Отлично. 36. Да, щука пока неактивна. Ну, будем ждать активности. Щука вышла на поверхность. Я прям видел ее. У тебя? Вот здесь, прямо. Значит, у нас поверхность все, ловитель парит. Какая жизнь. Как тогда, я видел. Есть. Увижу, вижу. Ука сошла. Ничего, ничего, ничего. Все нормально. Все нормально. Блин, щука такая капитальная была. Да, видео хорошая, да. Сейчас больше поймаю. Вчера тоже так началась. Вроде палка мощная на резину. Взяла, может, так поганая. В траву, видишь, ушла и все, что ты тут делаешь. Есть. Участки, на которых мы на тренировке ловили рыбу, были, как правило, мелководные. Это кувшинка, это заросли водной растительности с редкими окнами. И, соответственно, большой упор тут был сделан на снасти. Много снастей с собой принято было не брать, а взять более универсальные снасти, которые позволяли ловить разными типами приманок. Такие, как воблеры, колеблющиеся блесны, либо резина на легкой огрузке. 73, короче, лёх. 73, да? Да, 73. Тихо-тихо, тихо-тихо-тихо, зайка. Короче, с травкой резинкой, да? Да. Сейчас тоже поработаю резиной. Подтяжками или твитишь? Тут подтяжка такой, как твитч, такой верхний. И потом валю. Такой, знаешь, даже бывает по твитчу, его как подыгрывая, как на окуне. Второй. Есть! Один. Могу зятина. Нормальная. Ну, да, 68. Угу. Есть! Держи, Санючек, держи. Нет, я здесь. С той стороны. Туда, да, да. Бонус. Это бонус. Это бонус, Саня. 90. Саня! Давай, пятачок. Пятачок, брать. Тихо, девочки. Сейчас мы тебя, родненько, отпусти. Потерпи. Потерпи, да. Чуть-чуть потерпи. Ну да, ты хозяйка тут, хозяюшка, да. Возмущена. Сейчас мы все исправим, все отпустим. 88. Сейчас, глянь. 88. Саня. Угу. Отлично. Что, на резину переходить, Саня? Да хрен его знает. Сейчас, что, погоняю. Ну, ты видишь, воблер молчит. Ни одной поклевки. Ах ты, поклевка, Саня. Вот первый поклев. Видишь, резина. Не хочет она вам драть. Резина. Прямо вот тут. Вот тут она прям стоит, моя девочка. Давай, давай, родненько. Сейчас смещаемся к Русику. Как раз напротив мужика встанет. Давай, порозом. Бросок есть. И, Саня, ладно. Хорошая девочка. Видно? Да, 72. Давай. Есть. Саня, она залезла. Она хорошая, и хорошая щука, Саня. Пойдем. Идет. О, пошла, 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 пошла. Небольшая, да? 67. Сколько? 67. Да, 67. Морда уперта. Все верно. Надо отметить, что наши оппоненты держались от нас на достаточно приличном расстоянии. Но и лодок вокруг нас, конечно, прибавилось. Спортсменов и не только любители также видели, что ловят рыбу, становились, пытались подлазить. Ну, так сказать, они особо не докучали нам. Основной причиной того, что все очень деликатно ловят, соблюдая дистанции, стало наличие GPS-трекеров в каждой лодке. Очень хорошая вещь, которая позволяет держаться спортсменам на допустимой дистанции, которая составляет 50 метров. И судьи по этим GPS-трекерам отслеживают дистанцию между рыболовами, что очень-очень помогало на рыбалке. То есть, практически подлезть под нас, как это бывало на различных соревнованиях, уже никто не мог. И это давало нам определенный шанс качественно отработать на точке. 52 Подожди. Подержи. Держу. 50-2 Чуть-чуть больше, да? Да, это есть. Блин. А что нам мажет? Что нам у тебя мажет? Вон, идет, 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 идет. Пошла-пошла-пошла-пошла-пошла. Какая-то косая у тебя попадается. Тут место хорошая, кувшиночка такая. Взведена. Здесь и покрупнее, по идее, должна быть. Красавчик. Все три. Ну, пускай. Да. Я воблерочек кину. По-по-бровочке. Есть, Саня. Давай, Катик, давай. Прятую. Да. Есть, Томенький. Красавчик. Это 80, да, наверно? Тихо-тихо-тихо-тихо. 80, даже больше, да? 81. Убирай палку. Сколько там? 81? Да. 13, 11 было. 13, 11? Да. Есть. Держи. 66. Выпускаю. Да. Есть. Есть? Да. 21, согласен. Выпускаю. Да. Есть, Саня. Красавчик, красавчик. Это лучший. Ну и же, зато крючки классные, спокойно. Чтобы вот это вот, там, переживание. Зачем мне нам нужно? 71. 71. 14.04. Еще одну, Лех. Да, да, Санючек, дай. Время еще позволяет. Мы должны теоретически. Успеваем. Ты же просил, Санючек, я сделал. Красавчик. Давай, петюлю. Петюлю давай. Братан, давай, петюлю. Тише. Мужики, остановитесь, там она есть. Есть. И у нас тоже есть. Ух ты, блядь. Саня, это хорошее. Все, Санек, мы укроп. Все, братик, я реабилитирулся за утром. Красавчик. Хороший. По-любому, 70+. Ух. Я спокоен, словно птица в небесах. Теперь я спокоен. 72. Да, сейчас скажу. Голова уперта. 72, опять-таки, согласен. Допускай. Да. Сегодня у нас, я думаю, под 60 где-то будет. Все. Сейчас. Говорю спасибо матушке Волге. Кланяемся, крестимся. Спасибо. Спасибо. Обладательный комплекс стала команда Краснодарский край 2. Составим компанией с Андрей Потешин, Руслан Ивашков, Алексей Кончакин. Александр. Друзья. Это говорит еще раз о том, что какое замечательное вообще рыболовное братство, что нету это. На воде мы вроде как соперники, но вне мы просто все болеем одной болезнью, и от которой не хотим лечиться. А много. Очень классно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...